Вторая тема. Население белорусских земель в 5-м конце 9-м веках. После падения Западной Римской империи в 476 году многие народы начали переселяться. Это событие вошло в историю под названием «Великое переселение народов». Одним из таких народов были славяне. Византийские историки, чьи свидетельства относятся к 6-му веку, оставили сведения о различных группах славяных. Склавины проживали западнее Днестра, возле Дуная. Анты разместились на землях от Днестра до Днепра, теперь это территория Украины, и считаются предками восточных и южных славян. Первоначально эти группы племен имели одно название – Венеды. Существует также мнение, что славянами были племена Невров. Придя на юг Беларуси, славяне начали ее заселять, двигаясь по водоемам. Пройдя севернее, славяне столкнулись с балтами. Археологи свидетельствовали о том, что их сожительство было мирным, однако к концу раннего средневековья повысилась конфронтация. Тем не менее, с точки зрения хозяйственного развития, славяне были более развитыми. Они являлись прекрасными земледельцами и пользовались более совершенными орудиями труда и техниками спашки земли. Культурное превосходство обусловило постепенное растворение балтов в славянах. Этот процесс называется славянизация балтов. Славяне постепенно заселяли обширные земли, объединялись по территориальному языковому принципу. Так возникло три группы славян – восточная, западная и южная. К восточным славянам относятся племена, расселившиеся в том числе на территории Беларуси, а именно – кривичи-палачане, дреговичи и родимичи. Кривичи располагались на Западной Двине, и главным городом был Пулоцк. Предполагается, что название племени произошло от слова «кровные», «близкие по крови» или «из-за кривой местности», а также из-за имени основателя племени Кривейты. Дреговичи жили на юге от кривичей и занимали центральную и южную Беларусь. Название их племени происходит от слова «дрегва», «болото», что характерно для белорусского полесья. Еще одним из вариантов названия является имя предполагаемого основателя племени – дрегвейты. Современную гомельщину заселяли родимичи. Их название произошло от имени основателя племени Родима. Это племя, единственное, члены которого не смогли создать свое собственное государство. Постепенно сложились общественные отношения славян, которые называются соседской общиной, либо вервью. Такое название происходит от веревки, которой славяне измеряли земельные наделы. Верь возникла в результате перехода к пашеному земледелию, социального расслоения и развития имущественного неравенства. Это способствовало появлению малых семей со своими орудиями труда. Из-за имущественного неравенства постепенно выделились наиболее богатые жители, либо знать. К ним относился князь и его приближенные, а также вечи. Князь собирал с дружиной дань продуктами. Эта традиция называется полюдия. Славяне занимались земледелием и животноводством. Широко распространено было посечное огневое и пашенное земледелие. Земля обрабатывалась оралом, сахой и плугом. Выращивались рожь, проса и пшеница. На второй план отошли рыболовство, охота и бортничество. Мед и воск были эксклюзивными ресурсами. Развивались ремесла, вещи производили из железа, обрабатывали цветные металлы и делали украшения. Из глины делали посуду, а женщины пряли и ткали. Разнообразной была и культура славян. Наши предки до 988 года были язычниками, исповедовали многобожие, либо на белорусском языке – паганство. Распространенным культом среди славян были божества солнца и огня. Главным богом славянского пантеона был Перун – бог грозы, молнии и грома. А сварок – главный бог солнца и огня. Покровителем животноводства считался Велес или Вуллос. Богом солнца считался и Хорос, который упоминается в величайшем произведении древнерусской литературы «Слове о полку Игореве». В нем говорится, что полоцкий князь Всеслав Чародей пересекал путь великому Хоросу, обернувшись в волка. Место поклонения язычников своим богам получил название «капище» или «святилище». В центре его стоял идол – образное изображение бога, изготовленное из глины, камня, дерева или металла. Язычники, которые верили в существование загробной жизни, оставили после себя курганы – песчаные насыпи на месте захоронения умерших родичей. У восточных славян существовал погребальный обряд – специальное ритуальное действие. Оно состояло из поминальной трапезы и тризны, своеобразных военных игр или спортивных состязаний в честь умершего. Языческие верования дошли на нас в мифах, древних народных преданиях, о курганах-волотовках, где захоронены богатыри или исполины, о папороте-кветке и других. Таким образом, славяне колонизировали белорусские земли в V-IX веках. В ходе освоения новых земель они смешивались с балтским населением, ассимилируя его представителей. На территории Беларуси сформировались и развивались три восточнославянские племени – кривичи-палачане, дряговичи и родимичи. Общественные отношения славян характеризовались наличием соседской общины – верви. Религиозные верования выстраивались вокруг языческих богов.